Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Всем кранам по яркой подсветке. Первоклассник звучит гордо. Завершается уборка винограда. Урожай порадовал. Вновь избранные депутаты, вошедшие в молодежный совет при главе города, завтра соберутся на свое первое заседание. Планов у молодых много. Сегодня они обсудили их на рабочей группе. Молодежный совет пополнился вновь избранными молодыми депутатами. Михаил Макаренко, Алексей Аксенов и Игорь Релько активно включились в работу, ведь планов у ребят громадье. Составлен план на целый квартал остаточный, который 2015 года и также захватили 2016 начало года, что мы будем планируем и провести какие мероприятия. На что вам самому больше всего нравится? В какой бы работе вы прям с удовольствием приняли участие? Ну я как сегодня первый раз встретился с молодыми активистами. Вижу, что ребята очень заинтересованы в этом во всем, хотят очень работать в этой сфере. То есть ребята очень нравятся с молодыми людьми, потому что сам работал в администрации в Гастагаевской два года по делам молодежи. И вижу, что дальнейшая работа у нас состоится. Стоит заметить, что именно молодежный совет предложил главе города открыть наш Анапский Арбат, где теперь проходят все выставки работы анапских мастеров. Ребята проводят замечательные военно-патриотические акции, участвуют в мониторинге пляжей, питания в школах. Молодые депутаты справедливо считают себя настоящими помощниками главы города. Мы видим, молодежь у нас очень занята компьютерными всякими играми, всякой другой, ну не полезной для, так сказать, для здоровья своей. Также видим, что если глава города нас будет поддерживать, этот молодой актив, мы будем больше площадок игровых открывать также. И, соответственно, проводить всякие мероприятия, которые будут на свежем воздухе, а не в какой-нибудь квартире. А конференция по 180-летию Адрианопольского договора стала примером для организации подобных исторических чтений во всех молодежных организациях края. Во всяком случае, именно опыт Анапской молодежи, департамент молодежи края, предложил активно перенимать. Будем ждать от ребят новых идей и поздравляем их с хорошим началом. Городские первоклассники прошли парадом по центральной улице Анапы. Впервые на курорте для вчерашних дошколят устроили такую акцию. Начинающие школьники должны понимать важность своего труда. Учиться хорошо значит прославлять родной город, делать его успешнее и привлекательнее. Необычная картина предстала сегодня днем автомобилистам и прохожим на улице Крымской. Веселая ватага юных школьников с троем прошла по центральной улице Анапы. В городском параде первоклассников приняли участие 400 мальчишек и девчонок. Чтобы не утомлять малышей, маршрут выбрали простой и непротяженный. От городского театра на Крымской до его же центрального входа на Кребенской. Там ребятню поздравили с началом школьной жизни, а на сцене городского театра устроили для них концерт. В каждой сельской школе прошел свой парад первоклассников. В целом в нем приняли участие почти тысяча малышей. Строительные площадки в городе – свидетельство его роста и развития. Согласно постановлению главы города, застройщикам необходимо предусмотреть освещение вечерней подсветки как самого объекта строительства, так и непосредственно строительного оборудования. Сотрудниками муниципального контроля был совершен адресный объезд всех строительных площадок в городе. Застройщикам были вручены новые требования по оформлению строительных кранов. Самый распространенный способ обозначить кран – подсветка дюралайта. Как правило, конструкции крана находятся на такой высоте, что дюралайт воспринимается как непрерывные световые линии. Сегодня в городе-курорте работы кипят на 20 строительных площадках. Однако подсветка дюралайтом используется лишь на трех. Жилищный комплекс «Магнолия» на улице Крылова, жилищный комплекс «Лермонтово» и жилой комплекс «Напарковый». Часть застройщиков уже заказали дюралайт для кранов и обязались произвести работы по подсветке до конца этой недели. Остальных строителей, которые не выполняют требования, будет ждать административные протоколы. Знаменитый анапский винодел и виноградарь Янис Каракезиди завершают уборку винограда. Ранним летом на сезон обрезки виноградного куста пришлись проливные дожди. Казалось, на хороший урожай остается мало надежды, но опытный хозяйственник очень доволен итогами года. Октябрьская жара стоит такая, что даже видавшие виды терен, привычных скудости влаги на каменистых склонах, не порадуют уже сочной ягодой. А виноград в такую погоду только щедрее побалует сахарами и терпкими экстрактивными веществами. Результат превзошел ожидания. Вы посмотрите, какое у нас мерло. А какое будет вино из такого винограда? Я думаю, специальных вин мы не делаем. Здесь будет вино очень экстрактивное, с хорошим экстрактом, с объемом, с мощным посылом вкусовым, фруктовым. Его называют иногда в народе гусарским. То есть, я думаю, 15-й год нас порадует. Хороший виноградарь знает, что погода для крестьянина на 100 лет вперед известна. Готовым надо быть к любой. Поэтому после сильных дождей он предпринял все, чтобы избежать гнили и мильдю винограда. А еще раньше весной он своей плантацией сплошь исследовал на жизнеспособность после зимних холодов. Центральная почка живая, вот зеленая стоит. Зеленые по бокам замещающие тоже живые. Вот видите, вот это крайний, вот это зачаток будущего соцветия. Скажите одним словом, какое у меня поле? Образцовое. Нет, не образцовое. А какое? Надо сказать, идеальное. То есть, это должен быть эталон для всех виноградарей, любителей. Ну и скажу откровенно, для таких, как вы. Честно скажем, мы ждали этого дня, чтобы показать результат многодневного труда виноградаря. И гордимся успехом вместе с ним. Неслучайно Иван Васильевич получил на днях из рук главы города почетную грамоту за свой труд. Каркизиди возрождают древние традиции. Когда говорят, что нельзя Россию считать на 100% винодельческой страной, вот всякие там гиды, саркисяны об этом говорят, я думаю, что как бы не надо слушать эту самодеятельность, а нужно всегда следить, что до этого было, провести мониторинг. Всегда занимались люди здесь виноделием на Кубани, и всегда, особенно недалеко от моря, был хороший результат таких вот именно вин премиум. Ветераны футбола вновь показали класс. 30-летие футбольного клуба «Оптимист», который объединил профессионалов разных лет, отметили красивой игрой. Ветераны футбольного клуба «Оптимист» очередной раз доказали молодежи, что здоровый образ жизни – это полезно. Сегодня собрались ветераны спорта, ветераны любимого своего спорта – это футбол. Многие из них играли за команды Краснодарского края, представляли муниципальные команды. И тот запал, который они сегодня демонстрировали, ту игру профессиональную, я вам хочу сказать, я получил большое удовольствие. Игра была зрелищная и запоминающаяся. Такие красивые голы могут забивать только настоящие фанаты своего дела. Я являюсь председателем правления футбольного клуба «Оптимист», в котором вы видели игру. У нас численность более 50 человек, у нас два клуба. «Оптимист» один, «Оптимист» два. Объединяет людей разного возраста, разных профессий. Это родной коллектив. Я, например, в этом коллективе, я считаю это членами моей своей семьи. Николай Карлов, Евгений Игнатов, Владимир Смоглюк и многие другие игроки клуба «Оптимист» собираются каждую среду и воскресенье, чтобы поиграть в футбол и вспомнить молодые годы. Создание нашего клуба «Оптимиста» началось в 79-80 годах. Собирались ребята стихийно, на старом стадионе, в уголочке, где там кусочек травки. И там мы постоянно вечерком катали мячик, играли, как говорится, в дыр-дыр. Постепенно игроки, которые уже не играли за сборную города, уходили в сторону. Вот такими они были 30 лет назад и почти не изменились. Физические нагрузки и любимое дело творят чудеса. Если вдруг я пропускаю какую-то игру, я чувствую себя просто больным, обделенным. Для ветеранов футбола игра – это жизнь. И футбольное поле они приводят в порядок своими силами. Но несмотря на все трудности, ветераны смотрят в жизнь с оптимизмом и говорят «Приходите и радуйтесь вместе с нами футболу, солнцу, морю и жизни». Ежегодный, ставший уже хорошей традицией курорта, турнир памяти героя России Виктора Амелькова стартовал в Анапе. В этом году турнир отмечает 15-летний юбилей. За всю историю турнира на ринге побывало более 2000 юных боксеров страны. Для участия в 15-м турнире памяти Виктора Амелькова на этот раз приехали около 200 спортсменов. Биография турнира с каждым годом все шире. Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Белгородская области в этом году присоединились спортсмены из Республики Крым. На торжественной церемонии открытия турнира от имени главы курорта участников поприветствовал заместитель Сергей Козлов. Мы считаем, что сегодня, кто отдал жизни своим, честь нашей Родины, заслуживает такого огромного внимания и низкий поклон родителям, близким, сестре нашего героя. Анапчане помнят и чтут подвиг земляка. Традиционно на турнире в качестве почетного гостя сестра героя Елена Амелькова. Ей вручили цветы и ценный подарок. Память героя почтили минутой молчания. На ринге не только юноши, но и девушки. С утверждением, что бокс – это не женский вид спорта, Виктория Бирева бы поспорила. Два года она усердно тренируется, и на ее счету уже немало побед. Когда побеждаешь, чувство победы, и это очень нравится. Родители были сначала против, но потом уговорила их и записали на секцию. Какие аргументы были? Почему? Будут плечи, как у мальчика, будешь похожа на мальчика, но все же согласились с моим решением и отдали на бокс. И не зря. В первой же схватке Виктория одержала победу. Никита Милованов занимается боксом уже шесть лет. Хорошо помнит свою самую первую победу. Ощущение счастья, когда рефери поднимает его руку вверх. Очень хороший вид спорта. Он тренирует характер, спортивные качества, волевые качества тренирует. Я считаю правильно, что проводятся такие турниры памяти героев России, людей, которые отдавали жизни за своих, за нас. Я думаю, поступил бы так же. И многие из нас поступили бы так же. Соревнования продлятся пять дней. С первых поединков задан хороший темп и напряженная динамика. Завершит выпуск прогноз погоды. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступные качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.